Дневник Зои Хабаровой. Мы на новой квартире. В ней раньше жили евреи. Они уехали сразу, как началась война. Я хожу в школу на Садовой. Из старых наших учеников только бакши. Она носит звезду. И еще Витька Кирюшин. Я с ним дралась в шестом классе. Теперь он ко мне не лезет. Повесили приказ всем евреям собраться в гестапо с вещами в течение трех дней. Евреи потащились. Несут кровати, матрасы, ковры, чемоданы. Папа встретил знакомого врача. Говорит ему, беги в лес. А тот отвечает, нас отправят в Палестину. Немцы люди культурные, они не обманут. Сегодня я шла из школы, было очень скользко. На морской я поскользнулась и подбила солдата в немецкой форме. Я думала, что он меня застрелит. Но он поднялся, поднял меня, спросил, не ушиблась ли. Потом пошел провожать меня домой. Когда папа открыл дверь, то перепугался насмерть. Но солдат, а вернее моряк, когда узнал, что папа зубной врач, то попросил вырвать ему зуб. Папа вырвал зуб, и он ушел. Весь день в Массандре бил пулемет. Расстреливали евреев. Говорят, маленьким детям мазали губы ядом. И они сразу умирали. Бакши тоже убили. Вчера была облала. Папа шел из поликлиники, когда его схватила полиция. Хватали только мужчин и сгоняли в гетто. Как я узнала, не знаю, только схватила пальто и понеслась в Массандру. Там было мужчин, видимо-невидимо. Наверное, тысячи человек. Как я нашла отца, не представляю. Он, увидев меня, растерялся. Я его схватила за руку и потащила вниз к оврагу. Потом низом вывела к морскому вокзалу. Облава кончилась, и никто нас не остановил. Утром папа на работу не пошел и сказал, что больше не пойдет.